Привет, с вами Миша и сегодня опять вторая часть, ровно 5 секунд назад вышла первая, а то это вторая часть, я здесь сейчас снимаю с фронталки. Ну вот так думаю, меня видно по лебасочку. Ай, накапало всё, давайте выкинем. Трем, 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 трем! Чёрт, Чёрт, у меня пошло что-то не так.. Зараза, все не так пошло, как я хотела, это не так, все пошло не так, все пошло, ну, 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 зараза, ну, зашибись, блин, чай завали, классно. Ладно, с этой, отвалилась, у меня чай перелок прикрепил, ладно, с этой хренью потом разберемся, а я по-другому свалил чай, а пока холодный чай попью, тут же был чай, переливаем сюда, что-то не перелил. И будем пить, сейчас его. Мм, а он сладкий. Оставшись, сейчас, черт, сейчас, шинжалы, все, чай нету больше. Сейчас мы промоемся. О, так меня видят. Сколько там было? Мало. В доме тепло. Да и на улице так. Не холодно. Не холодно. На улице не холодно. Так. Где здесь чайник в город? Не холодно. Вот, что я из вот такой лох. Не знаю. Я тут такие нырячные блюда. Сейчас еще себе пожрать возьмем супчик. Ну, нет, картошечки еще не. Не вкусненько. Черт, сохраняй, а ты сейчас поищу. Не надо печали. О, так. Ой, 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 а он высоко лежит. Ну, подожди. Сейчас. Возьму на сахар. А вы любите чай сахар? Я да. Я три ложки добавляю. Ну, у нас такой большой чайник на 6 ложек и на 7. Э. Ой, 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 ну и пошли. Все? Ну, сахара больше нет, надо будет еще не купить. Тес. Челк. Челк. А я на глаз добавлю. Все, многие девочки. Сейчас посмотрим, что мы можем позиционировать. не вот что я буду себя подчеркнуть он уже представлен только сейчас я как-нибудь сюда я поставлю у меня просто на камере освещение флот меня это в ч Чем я закрываю, открываю? А это и... Да чём бы... А это хорячь. Вот в этом. Продолжение следует... Я подал в день себе, подключить. Если вы на меня не подписаны, я вам напоминаю, подпишитесь. И даже если вы в первый раз на этом канале, вам понравится, я стараюсь. Да, я школьник. В пятом классе, который... Мне нет лишь 16 лет. Но всё равно я стараюсь прикольные видео снимать. Так что, пожалуйста, подписывайтесь на меня. И на второй канал тоже. Смотрите, как прикольно маслице растаяло горкой. Фух. Я пишу, что мне не стоит заходить. Смотрите, я ничего не буду. Я не знаю, что и я не знаю. Но такое у меня шахтёр-сёвский някей. Ууууу, поедет! Пууууу, поедет! Пуууу, поедет! Пуууу! Пу! Пууу, поедет! Пуууу! Пуууу! Пууууу, поедет! чайник как раз уже закипел сейчас зальем наш чай вкусный и я думаю треть пикетик депутат так как то участие в сфере в сфере Пакетики держи. Ух, черт! Зараза! Пакетики за ложку зацепили. Черт! Ух, черт! Бесит уже все! Ай, сразу! Все попало, горячая вода. Ну все, чай готов! Так, Буся! Хочет баловаться, я сейчас на улицу выходу. Ну, если шо, у меня свой дом, не бойтесь. Я их не из-за калитку. Я их во двор. Они там гуляют, и по крышам, и к соседям идут. И даже на... Как там? На другие улицы ходят. Они сами вылазят. Их только выпустят на улицу. Их потом несколько часов не найдешь. Ну, только если они... Если будет холодно, они быстро будут убежать домой. Так, готово. Скоро... Наша... Не добыть эту... Тарелочку. Сразу добавим в ней немножко силы. Так, проверю. Ну... Нормально. Можно... Не дымать. Если вы в школе, то... Я могу вам сказать, почему я не в школе. Потому что у нас уроки отменили. Нам сегодня не надо в школу. Вот такие делишки. Сейчас я отнесу чайку. Камера. Нет, это тупые соседи. Камера. Шоро. Снимаем. Нормально. Скоро. Скоро. Снимаем. Их. Скоро. Скоро. Снимаем. Шоро. Я тут Очки Все, я тут Это я там видео смотрю Ты готов, брат? Да, брат, давай это сделаем А ты готов? Я не хочу вернуть Не могу я не строить, можно брать Что тебе заказали? Сука, брат Хрень одна Какая-то мультик Хрень какая-то О, Алекс Бойко Всем привет, уважаемые зрители В самом начале этого видео я хотел бы сделать вот что Берем кетчуп И намазываем прямо на пол Вот А зачем я это сделал, вы поймете чуть позже Итак, как вы поняли из названия Сегодня я буду Я буду примерно смотреть видео И с вами надо буду рассказывать Это не робот-пылесос, хотя он очень похож внешне А робот-моющий полов И это модель называется iLife W400 Вот тут, кстати, написано Моющий робот-пылесос Но это не совсем верно Это робот-моющий полов Потому что у него есть Если робот-моет пол А не пылесос А не пылесос Зачем ты всякий? Моющий робот-пылесос И посмотрим Логика Как он выглядит поближе И какая у него там комплектация Итак, открываем коробочку И что мы здесь видим, собственно говоря Значит, сначала у нас инструкция Кстати, инструкция на трех языках В том числе и на русском И это очень хорошо Да, вот в конце Все у нас тут на русском На трех языках Инструкция на английском Тут у нас гарантия Так, и что мы здесь видим? Вот это у нас док-станция для зарядки Да, да, в этой модели она вот такая вот большая Она из пластика состоит Она из пластика состоит Это у нас валик Смотрите, вместо щеток Здесь идет валик О, у меня плашка пришла Вот она А также два таких вот инструмента Для очистки самого пылесоса Такой вот ёршик И такой вот крючочек Маленькая кочерга Пульт управления Оп Вот так вот он красивенько выглядит Открываем И здесь что у нас? Ага Блин, что он похож на робот-пылесосы Вот он робот-мойщик полом Он почти такой же как пылесос Он почти такой же как пылесос Смотрите, какой он прикольный По радиусу он примерно такой По размеру как обычный робот-пылесос Но по толщине На видео, кажется, что он тупо из пластика состоит Да? Идать книги Обычный робот-пылесос Так же сразу вижу у него Здесь есть вот такая вот удобная ручка Для переноски Это очень прикольно Емкость лива Сейчас мы его подробненько рассмотрим Так же в коробочке у нас есть вот такой вот Блок питания И вот, в принципе, и все, что есть в коробке И так, давайте поближе рассмотрим это чудо техники Для начала снимем пленочку И видим, что сверху он такой вот черный, глянцевый Очень красивый Конструкция очень похожа на конструкцию Обычного робота-пылесоса Здесь у нас впереди идут инфракрасные датчики Против столкновения А также подвижный бампер Тоже против столкновения Переворачиваем И здесь мы также видим похожее строение Как у робота-пылесоса Колеса вот такие вот подпружиненные Это контакты для зарядки Одно маленькое колесико Плюс одно дополнительное Здесь маленькое колесико В этом месте, где у обычного робота-пылесоса идет щетка Здесь у нас идет микрофибровый такой вот валик Все, больше ничего здесь нет Никаких щеток-метелок, ничего А также еще идет вот такой вот резиновый скребок Здесь, как я уже сказал, очень удобная ручка для переноски Нажимаем вот сюда И снимаем вот эту вот часть Разделяется на две половинки Здесь у нас два огромных контейнера для воды Сюда у нас заливается обыкновенная вода из крана Залили, закрыли И установили это все хозяйство обратно Есть Какой же принцип действия? Смотрите Вода выходит из вот этих вот форсуночек Вот раз-два-три Раз-два-три Смачивает грязь Затем валик это все чистит Он крутится И затем вода всасывается И попадает во второй контейнер Вот в этот контейнер Видите, написано dirty Грязный То есть сюда попадает вся грязная вода Затем, когда уборка закончилась И просто открываем и выливаем отсюда всю грязную воду Вместе с грязью Вы скажете, подожди Есть же роботы-пылесосы с функцией влажной уборки Да, есть Но там эта функция очень ограниченная По сути там идет просто протирание пола влажной тряпкой А не полноценная мойка Если пол слишком грязный То робот-пылесос просто размажет грязь по полу А этот робот-мойщик заточен именно для полноценной мойки пола И сейчас мы протестируем, как он с этим справляется Снова разбираем его Открываем контейнер для воды И заливаем сюда воду Я буду заливать воду из бутылки И мне так удобнее, а при этом можно заливать прямо из крана Да, как же класс, ну, по-моему я вам показываю А второй контейнер, который принимает грязь Это джебелевская контейнер здесь Есть Ломалась там Мини-чардж 3 Проверяем Ничего вроде не вытекает и устанавливаем У меня еще У меня две пары Ну, сейчас мы ушли Вот, у меня Вот, этот робот, кстати, имеет функцию голосовых подсказок Он говорит, в каком он режиме, что происходит Это все можно отключить Нажимая кнопочку Mode, можно выбирать режимы уборки Всего у нас 4 режима Вот смотрите Точечный режим Режим уборки по периметру Режим уборки территории И режим уборки подряд Вот так вот Эти же режимы уборки можно выбирать через пульт Вот они 1, 2, 3, 4 Кнопочки, которые отвечают за эти режимы Режим территории Робот убирает только территорию Расположенную перед ним в радиусе 25 метров Вот по такой вот схеме Режим пути используется для уборки большого помещения Робот двигается вот так вот зигзагообразно После того, как процесс уборки закончится Робот возвращается на начальное место Режим уборки места Для мест с сильным загрязнением Робот двигается по спирали И тщательно убирает одну территорию А также есть режим уборки краев Когда вам нужно тщательно убрать По периметру Потом там-то И шереж есть По кругу Ну что, давайте для начала Попробуем Плющим его у меня на столе Посмотрим Как он вообще работает С близкого расстояния Итак Поехали Давай О! О! Оставшие еще все Пошло, пошло, пошло О! Водичка, смотрите Пошла уже О! Это я спешу Пошли порсунки Итак Поехал Черт Накапля Я включил режим уборки места И он будет ездить по спирали И вымывать мне стол Так О! Влажненький стол Скорость, конечно, меньше, чем у робота-пылесоса Но это же, в принципе, мойка Она более тщательная Едет он медленнее Посмотрим, как он будет реагировать на край стола Не упадет ли он? Не, не упал Стена Отреагировал Поворачивает Край стола Идет по самому краю, смотрите Все, он решил, что он помыл мне стол Ну, в принципе, стол влажный Ну что, перейдем на пол Итак, в этой комнате у меня на полу постелен ламинат Пол, в принципе, не очень грязный Ну, попадаются вот такие вот Небольшие, какие-то засохшие пятнышки И так далее Но меня больше всего интересует Не наливает ли он слишком много воды Потому что ламинат, как вы знаете, боится Когда на него слишком много льют воды Вот сейчас мы это проверим Включим опять режим уборки одной точки Ну, давайте что-нибудь другое Так, фалонку я уберу Напишите в комментариях, кто играет в Майнкрафт Мне очень интересно будет Очень интересно Очень интересно Я понимаю, надо снимать видео Блин, опять реклама Затрону это Так, чтобы посмотреть Смотрите О, мышь, мышь О, мышь, мышь Давайте посмотрим Всем привет, ребятки С вами я, я и Экскон И вы попали на новую серию Гриферсов Вот, ребятки, самые крутые комментарии с прошлого вида Сейчас они на ваших экранах Если вы тоже хотите попасть в мою следующую видосику Просто напишите в какой-нибудь крутой комментарий Под этим видосиком И у вас очень много шансов на то, что он попадет в мой следующий видосик Ребята А я снова на сервере Магитет, на котором я всегда снимаю свой видосик Ну, надеюсь, поняту что-то Который координатор моего нового доника Короче, на сервере снова вайп произошел Я вот построил себе небольшой домик Для тех, кто не знает, что такое вайп, это когда Карта и все вещи у игроков обнуляется И все, короче, начинается сначала Вот я себе уже скрафтил Вот такие вот вещички У меня есть меч И еще в сундучке немного вещей И у меня есть вот такая вот крутая ловушка Ребята в доме Короче, сейчас вы увидите, как она работает Нам надо будет кого-нибудь найти И если получится, то мы кого-нибудь сюда скинем И будет вообще крутой Ну, короче, все Погнали, ребята, искать челла Всяк, как только кого-нибудь найду Включаю запись Ребят, короче, я тут сейчас у себя в доме нахожусь И я уже встретил чела Он находится возле моего дома Ну, прям Оп, алмазник Это Алмазник Ну, тут, скорее всего, нету ПВП Да, тут нету ПВП, но она есть на моем доме Я не знаю Это скорее всего донатер Потому что мне здесь Оставили уже дофига послание Ребята, кстати Спасибо всем, кто оставил послание А может быть, не донатер Он мне показывает мир Давайте попробуем его сейчас У меня тут ловушка есть И можно его приманить в ловушку И попробовать Так, я в ключах Вы понесё в регионе тоже У него есть Не, он уходит Нет, это донатер Скажи А, нет, 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 он не гемоди Я думал, он при... Так, тихо, 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 тихо А, нет, это донатер Он дверят Блин, ремни это, ребята, это донатер Он открывает двери Тварь Это, это какой-то основатель Ну, блин, если В принципе, если он без гемоди Так, что, можно попытаться скинуть В честь в ловушку Так,, и, снилось скинуть В ловушку И сейчас донатер Может в любой момент Короче Так, как сделать Обязатель Ветерщики тюлячу сшилы Ладно, пофиг давайте Так, ладно, давайте застроим Если у него Попробуем сейчас его скинуть На тебе На ней обещая вообще нет Чтобы Быстрее, сейчас, на ваших глазах Мы, короче, делаем Все грамотно будет на грудь и придется ставить на грудь и к старым хотя бы если мы сейчас пространство то у нас потому что хотя бы станут так заставил и зачем нет 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 тварь я не считаю что то что смотрят если кто не знает нет тот такой трэш давайте мы поможем набрать 200 тысяч подписчиков у него 160 давайте мы поможем набрать миллион или 200 тысяч то что мы достаточно скоро а пока он стрим но он будет ащите национального сейчас 12 58 альдов в а так что кто тут пишет скромно премьер основа ла бла 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 он ну ладно что нибудь по другому посмотрим пара 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 дай нам свой ответ пиня короче я с ним разговаривал все дела сейчас еще заключалась со суть сейчас просто заблокировать он он написал что хочет купить я такой без проблем давай он мне кинул фейковые скринопаты то что я кто наплатил у меня был 9 летний брат лучшего сделал чем он я сразу раскусил и за это кинул мокинлокер типа если вы мне будете покупать читы то естественно он мокинлокер такие вопросы надо вот так вот разводить ну это настолько тупо ну естественно избежание древних комментариев я сразу говорю то что пароль я ему отдал значит я ничего ему не портил и то что я не советую вам кидать мокинлокера в избежание несчастных случаев хотя таких мне кажется даже не будет сразу вам говорю то что видео просто новое и я буду вставлять самое смешное видео потому что все эти 30 или 40 сколько там минут было это очень долго и рендерить долго и смотреть почти никто не будет слишком редко и поэтому ну сразу только самое смешное ну в принципе ай так всем привет друзья мне хотят oben вот я сейчас сейчас так демонстрация экрана начать видно да вешенек че-то комп так залагал жестко мне какая-то эта хрень показывается еще и вот эта фигня да вижу а че-то я вирус какой-то поймал ну вот крыше смотри вон то окошко закрой которое у тебя внизу появилось да пофиг а если я закрою там он перезагружается почему-то вот это тебя запускать да так эм и че это ты читать не умеешь не windows заблокирован что это такое ммм биллокер ммм биллокер а почему ты меня заблокировала кто тебе это вообще разрешил сделать я предложила чит ты согласился вот именно я вначале вообще хотела настоящий читать ну так давай на настоящий чит мне нужен настоящий чит ммм биллокер реально капец играла уже играть я поставлю просираю ммм мм 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 просто в том числе 16 года сейчас как вы знаете 18 в мм м очень редко выпускают в тюрьме в тюрьме есть вот такая металлическая мм которые чеша мм 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 в общем вам нужно небольшая пластиковая бутылка мм мм а в комментариях мм 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 отличный фиксатор для губки, который гораздо удобнее и приятнее держать в руке и благодаря которому губка не будет так быстро терять свою приходность. Кстати помните прошлое видео про удаление ржавчины? Позавчера с нами связались ребята из Доместос и сказали, что мы взяли не тот Доместос, что они так старались разрабатывая Доместос от ржавчины, а мы взяли от микробов и грязи и естественно он никак не подействовал на ржавчину. В общем объективности ради мы купили правильный Доместос и сейчас быстренько протестируем его, чтобы эксперимент был честным. Для сравнения включим в эксперимент и тот Доместос из старого видео и так заливаем наши заготовки двумя версиями средства. Практически сразу начинает происходить реакция с ржавчиной и через две минуты мы видим множество пузырьков, вырывающихся наружу. Их становилось все больше, было видно, что реакция идет полным ходом и частички ржавчины слетают с металла, поднимаясь на поверхность. По истечении 20 минут решено доставать заготовки. Как и в прошлый раз Доместос от микробов особо не повлиял на ржавчину, что логично, ведь он от микробов и грязи, а не от ржавчины. Сейчас посмотрим, что скажет версия от коррозии. А вот такой вот результат. И чистить щеткой даже не обязательно. А мораль такова, что прежде чем что-то покупать, нужно внимательно читать, что пишут на этикетке. Может случиться такое, что у вас будут лезвия от канцелярского ножа, но не будет самого ножа. Работать голыми лезвиями небезопасно. Вам понадобится обычная деревянная прищепка, которую нужно разобрать на две части. Как-то зафиксировать одну часть и при помощи пилки по металлу сделать пропил по длине деревяшки. Самый дом пришел. Я реш� seventестра и как делать. Сайп плюс, сто г coloniesы и ружье уже в Счете. Дальше берем пластиковую стоимость. Первая часть Nikki Швидхак сейчас. И вторая тоже. Круг. Ну а сына была мучитель 6 вот здесь jaws. Ведь реакцию мы получим 10. Все и вы позвuke. Мы получаем отличный самодельный канцелярский нож. Она внизу подпишет на канал, конечно же. Потом ставьте лайки и комментируйте. А с вами Миша. Всем удачи и всем пока!